На Востоке Казахстана сегодня действует больше 20 этнокультурных объединений. Чечено-Ингушский центр в войнах один из первых. Он был открыт почти 30 лет назад. День благодарности его представители считают особым праздником. Их деды и прадеды были среди депортированных в Казахстан народов. Анна Лиасинбердина продолжит. В этнокультурные объединения в войнах на Востоке Казахстана входит около тысячи человек. Татьяна Кагерманова – председатель центра, бизнес-леди, меценат. Хорошо знает историю. Рассказывает, что в годы войны, в 1944-м, в область прибыло больше 30 тысяч спецпереселенцев из Северного Кавказа. Среди них и ее родные. На выселение чеченцам тогда дали всего 24 часа. Тяжелейшие годы репрессий, депортации, массовые народы были сосланы в республику Казахстан. В Казахстане в то время казахи сами были в тяжелом положении. Шла война, не отошедшие после Галачокинских реформ. Они принимали и делились своим кровом, хлебом. Сегодня хлебом, своими национальными лепешками с тыквой, чеченцы угощают уже все другие этносы. Все вместе они накрывают праздничный стол ко Дню Благодарности и ставят большой концерт. Один из самых зажигательных номеров здесь – чеченская лесгинка. Мы показываем традиции и культуру чеченского народа. В нашем ансамбле занимаются более 60 детей, представители разных национальностей. Мы не делаем уклон на какую-то национальность. Любой желающий может прийти и научиться нашим танцам. И принимать активное участие в общественных и благотворительных мероприятиях. Представители этнообъединений всегда вместе и в тяжелые моменты, и в радостные. Многоэтничность – это наше богатство. И многие этносы, которые проживают здесь, сегодня вдвойне благодарны Казахстану. Я хочу поздравить всех и обратиться к молодежи. Будьте благодарны нашей истории. Чтите традиции и приумножайте достигнутое старшим поколением. Молодежь к советам прислушивается и придерживается активной жизненной позиции. К примеру, в годы Абая многие намерены стать волонтерами, выехав на международные празднования. Другие на местах пропагандируют произведения великого поэта и философа. Казахстан для всех нас стал домом, родиной. Армянский народ благодарен казахам за мир, дружбу и доверие. Мы чтим казахские традиции, обычаи, казахский язык. Мы любим Абая. Мы очень благодарны вам и от всей души поздравляем вас с праздником. Всего на устоке страны проживают 105 этносов. Их всех объединяет самый первый в стране дом дружбы, Центр общественного согласия. Он действует с 1992 года и стал прообразом Ассамблеи народа Казахстана.